Едкий запах дыма не на шутку встревожил ночного охранника роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Он-то и вызвал пожарных, которые оперативно выехали на место ЧП. Черный дым и запах гари я заметил около трех часов ночи и сразу же позвонил на номер 102. Пожарные приехали очень быстро, наверное, 10 минут не прошли. Дым прибыть у борцов с огнем окутал несколько этажей соседней пятиэтажки. Люди крепко спали. Разбудили их пожарные, приступившие к эвакуации жильцов. Горожане до сих пор не могут прийти в себя после ночного кошмара. Мы бы угорели, у нас дым в комнате был невозможный. В каждой семье по пять, по шесть человек. Но если все угорут, все умрут, кто будет отвечать за них? Им-то все равно, потому что им надо только деньги, зарабатывать нужно, а людей куда девать? И кто будет за них отвечать? Я не понимаю. И кто и разрешил вот так вот им вести себя? Все первые этажи здания заняты коммерческими объектами, без необходимых пожарных разрывов. И когда-нибудь такое ЧП должно было произойти. Сигнал о пожаре в магазине Дели поступил ночью в 3.02. На тушение огня выехали 7 единиц техники и 25 пожарных. Очаг возгорания составлял 12 квадратных метров. Но дым проник в подъезд жилого дома. Бойцы подразделений прошли по подъездам, разбудили жителей и вывели их в безопасное место. В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Однако жители дома беспокоятся, что в следующий раз все может закончиться трагедией. Надеются, что власти приведут коммерческие объекты в соответствии с нормами противопожарной безопасности. Несмотря на действующие моратории на проверки малого и среднего бизнеса. Даня Ахдайбергенов, Амонтай Уербеков, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании ОТРАР.